Порядок выделения субсидий оленеводам стал темой дискуссии на заседании администрации округа. Виной тому упадёшь оленей в некоторых хозяйствах округа. Как учитывать погибших животных и есть ли смысл учитывать их при начислении субсидий? В теме разбирался Дмитрий Щепанов. Выплата субсидий оленеводческим хозяйствам предусматривается в рамках постановления администрации округа. Проект постановления представил начальник управления АПК и торговли Сергей Киселёв. Суть вопроса заключается в том, что субсидирование на голого оленя в размере 300 рублей в год на голого оленя. Наличие такой строки в бюджете НАУ позволяет привлекать федеральные средства, за счёт чего сумма помощи почти удваивается. И оленеводы получают из бюджета в общей сложности 30-35 миллионов. Однако такая поддержка оборачивается проблемами. В погоне за головами сельхозкооперативы допускают перевыпас оленей. А это оборачивается падежом животных на истощённых пастбищах. По сути, безнаказанным. На павших после 1 января оленей субсидия тоже предусмотрена, как на живых. Таков федеральный закон. Учёт оленей ведётся на начало года. Позицию управления финансов денег на мёртвые души не давать. Тем более, что павшие олени переписаны и зарегистрированы. Неточности здесь не будет. Сергей Киселёв с этим не согласился категорически. В итоге большинство проголосовало за принятие субсидий в их нынешнем виде. Переработать подход в установленные сроки невозможно, не вызвав кризис в сельхозкооперативах. Однако на следующий год Игорь Кошин поручил учесть ошибки и подходить к вопросу взвешенно. Не выделять субсидии на мёртвых оленей и готовить документы вовремя, чтобы субсидии по состоянию на январь не обсуждались в июле. Ещё одно поручение в Рио главы региона – подписать договор, по которому администрация могла бы влиять на кадровую политику СПК. Потому как вопросы есть не только к выделению субсидий, но и к их освоению колхозами.